Ребята, перед началом видеоролика хотел вам напомнить то, что вышел новый июньский пакет Бесшумно охотник, в котором теперь можно приобрести ВК-4503 Далее можно приобрести Тайпа 62-го, это танки 7-го уровня, можно приобрести СТА-2 И можно приобрести Канон Як-Панзер 105 Неплохой на самом деле набор, да, без камуфляжа, но все-таки Поэтому можно перейти на мой сайт, пролистать вниз, найти все необходимую информацию по пакетам И перейти по ссылкам, и все Ребят, всем привет, с вами Inspire99 И в сегодняшнем видео я с вами решил поговорить про кранваген Да, мы немножко, немножко, еще раз повторяю, затронем его в ветку Но целый гейт сегодня посвятим именно этому танку 10-го уровня Как вы знаете, сейчас проходит акция, которая начинается каждого 1-го числа и до 1-го числа следующего месяца Именно с 1-го июля до 1-го августа будут скидки на кранваген, мантикору и ЦС-63 Ну и, конечно же, на их ветки в целом Поэтому я решил сегодня разобрать кранваген и немножко его ветку Потому что я считаю то, что среди этих машин это наиболее перспективная, наиболее интересная ветка Ну, которая что-то прям очень интересное из себя может представлять Тем более, патч 1.13. случился и фугасы ребаланснули А вы помните, как кранваген страдал от того, что просто могли ему кидать в башню, которая, в принципе, и должна танковать Но вот сейчас он это делает гораздо успешнее, потому что фугасы его теперь туда не пробивают В общем, обо всем этом мы с вами сегодня и поговорим Ребят, спонсор данного видеоролика, сайт, наверное, один из лучших, который только связан с кейсами по World of Tanks На мой взгляд, это, наверное, лучше, а именно это вот хаб Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас есть полоса, где вы можете смотреть лайфдропы Во-первых, лайфдропы, во-вторых, лучшие дропы, да, что люди выиграют Вот кто-то 9000 голды выиграл Вот Зоя Лукьяна, поздравляемая Лайфдропы, что выиграют в реальном режиме Также здесь есть куча различных ежедневных раздач Раздач за энергию Здесь абсолютно много Вы можете посмотреть, сколько игроков сейчас онлайн Сколько, да, вот, можно здесь Сколько всего игроков, сколько кейсов всего Здесь можете получать ежедневные всякие бонусы Участвовать в раздачах То есть куча-куча всего разного Также, если какие-то случаются проблемы Хотя такого, в принципе, не бывает Во-первых, есть вопрос-ответ Во-вторых, поддержка Можете написать, там техподдержка работает 24 на 7 Вам быстро ответят, помогут Никаких проблем нет А то выводы тоже идеальные, мгновенные То есть с этим никаких всегда проблем не бывает Различное, просто огромное количество кейсов Здесь вы можете сами выбрать, какое хотите Абсолютно можете, допустим, прем Да, вот давайте, можно прем прокрутить Можно ЛТ, СТ, не знаю, какие-то более тяжелые Тут можно, ну, самые, что ни на есть Можно разделиться по нации, допустим Давайте СССР покрутим Три штуки У нас выйдут за 597 рублей Вот мы посмотрим, сколько мы получим Также, в чем преимущество, не забываем То, что, когда выходит Блин, ну рядом Было рядом, конечно Когда выходит какой-то новый прям танк Да, вот здесь всегда Выходит кейс с данным танком Поэтому иной раз бывает Как бы смысл зайти сюда И попробовать покрутить Давайте попробуем покатать Давайте вот стратегический запас Интересно, по золоту У меня с золотом немножко проблем На аккаунте Там, тем более, Зоя 9000 выиграла Может, ну, ого, 25000 голды Нет, кстати, 5000 Тысячу голды Тысячу голды, тысячу голды 250-350 Ну, и того, получается, тысячу 1600 Ну, неплохо, неплохо Так, переходим Чобы шутки здесь пооткрывать Так, запас есть Есть инкогнито Лысый А чё у Лысого есть? У Лысого Лёва С ТРВ Тай-64 Ну, давайте вот так вот За 225 Посмотрим Просто тройной Наиболее такой вот Интересный То есть тут куча всего Блин, Стерва рядом была 360 дней према Давай Да опять ёлка рядом Прямо рядом ёлочка была Ну, с Лысым, короче, нам не хочет Нам Лысый Так, чё-нибудь ещё Надо крутое крутануть Давайте немцев У меня, в принципе, всё есть ХВК есть А вот остальных и нету Давайте немцев Поробуем крутануть Может сейчас Лёва Крупштейн Ваффентрагер И ещё что-нибудь 1500 1500 Ну, опять 1350 голды Нормально То есть с учётом того Сколько мы кладём Ну, это Ну И если вам, допустим, не нравится Вы можете Вот зайти сюда Потом к себе В личный кабинет И всё это продать То есть продавайте всё За 1000 рублей И можете повторно играть То есть в этом плюс, да То, что ты можешь Ну, как бы Тебе не понравилось Ты продаёшь И играешь по-новому В этом и плюс этого танка Этой рулетки Прошу прощения Вот, поэтому, ребят Все переходим По ссылочке в описании С моим промокодом Там плюс Где есть процентов К пополнению И да будет с вами удача Ну, а начать хотел бы Конечно, с самого главного Что у этого танка есть Ну, возможно, не самое Но одно из Это броня Всё-таки тяжёлый танк у нас Что у нас здесь получается Нижний бронелист Это Ну, это слабая часть Там 190 Что Там 80 мм Это не обсуждается Верхний бронелист Иногда танкует Но он находится Скажем так Низко И поэтому Зачастую Игроки Очень легко пробивают Верхний бронелист Кронвагена Потому что он находится ниже Поэтому Угол встречи снаряда Очень-очень Хороший для танка Далее идём Но иногда, в принципе Может потанковать Там 8 уровни Или если данный танк Стоит на рельефе Что он это делает Довольно часто Может потанковать Но не более того Ромбом Можно Танки танковать Как бы это не звучало Противоестественно Но Такое себе Как бы Самое главное Вы сами всё понимаете То, что это именно башня Что у нас по башне Здесь 330 340 320 350 360 Миллиметров В зависимости от того Какой тип снаряда Куда он вам попадает И всё такое прочее Есть комбашенки Да, по ним можно попасть Но это если танк Стоит ниже вас Или хотя бы На вашем уровне Если танк Стоит выше вас Да, и вы смотрите На него снизу То выцелить Эти комбашенки Нереально Их-то и в простом Скажем так Состояние Выцелить У данного танка Сложно Даже если он будет Просто на месте стоять Потому что они Ну такие маленькие Они такие вот шайбочки Скажем так Это не комбашенка У М60 И вот именно этим Кронваген и славится То, что он прячет Свой нижний бронетист Самый слабый Да, прячет верхний бронетист Тоже не самый сильный Ну иногда что-то Может отбить И вот этой башкой Он потом просто Своей Ну раздает На раз два Потому что Ее пробить сложно И в купе с этим Казалось бы Да, но вот есть У нас только башка У нас-то есть еще И барабан И у нас еще есть И УВН В 12 градусов Многие могут Поинтересоваться Так, если так все хорошо То как по ветке В целом По ветке Давайте начнем Шестого уровня С ТРВ-74 Я так кратко пройдусь Данный танк Прикольный Со стабилизацией Там УВН Потрясающе Если я не ошибаюсь Там что-то Пушка на 15 градусов Не сопускается Лучшая стабилизация На уровне Прикольно Интересно Но у танка Не какой-то там Жесткий ДПМ Брони абсолютно нет И все Левый я считаю То что Ну я вообще Не знаю Что это за танк Даже и Честно говоря Вот сколько играл Я так и не понял В чем его Фишка Прикол Вообще не зашел Супер картон Эмиль первый В стоке Это вообще просто До нельзя Скудный танк И в топе тоже На нем Не так просто играть Но в некоторых боях Можно очень неплохо На нем сделать Эмиль второй Я считаю То что это вообще Лучший практически Танк ветки Ну действительно Наверное даже лучше Чем кронваген Потому что Пушки одинаковые У них Броня там плюс-минус Одинаковая И зачем тогда Платить больше То кронваген Точнее Эмиль играет На втором уровне А кронваген На десятом В этом-то И вся Скажем так Разница Ну что у нас То здесь есть Первая пушка С Альфой В 440 Не так и много Но при этом Три снаряда Соответственно Подсчитаете Там 1300 с копейками Получается средний урон Приблизительно Да 1200-1300 При этом бронепробитие Вот со снарядами У нас здесь проблема В особенности с одним Это Первый подкалибр Он пробивает 252 Что это Очень мало Это одно из самых Скудных бронепробитий На своем уровне Среди ТТ Вот И при всем при этом Это тот подкол Который летает Медленно 1000 метров в секунду Если в принципе Брать по ощущениям Это немедленно Но если сравнивать С другими подкалибрами То это довольно медленно Поэтому данный снаряд Мне не особо заходит Частые рикошеты И все такое А если учесть то Что мы частенько Играем от УВНов То есть там То выше То ниже Мы по рельефу стоим То куда-то вбог даем И вот честно Это мне не нравится Далее идем кумулятив С чем он мне не нравится Это с пробитием В 300 Это далеко не самое сильное Особенно Сложно играть против Е100 Против Мауса Когда они начинают Доворачивать Тот же Дед 7 И прочее прочее То есть танки У которых есть броня И которые умеют Немножко Да Ей повертеть Вот с этим Начинается проблема Также подкол Точнее кумуль Не особо эффективен На дальние расстояния В принципе Бронепробитие Теряет Все ок Но скорость полета 840 И с этим проблема Что основной снаряд Что голдовый Они особо-то дорого И не стоят И смысла про это Даже говорить нету Но вот Что с одним снарядом Проблема Да Это с бронепробитием И со скоростью полета Что и со вторым Если на 9 уровне Эмиль с такими снарядами Чувствует себя Ну С таким бронепробитием Чувствует себя нормально Да 252 и 300 Это для 9 уровня Это более чем Достаточно Потому что Девятка иногда видит 7 уровень Условно говоря Какого-то того Иса То вот кранвагону Который 90% боев Будет играть С 10 уровнями Это конечно Становится Архи сложно Далее мы идем Вот что касается ДПМа На этом танке Хотя это барабан Как бы Не говорилось Здесь все идеально Хотя из оборудования Ты на ДПМ Особо Ну ничего не поставишь Можно конечно Улучшенную вентиляцию Но я все таки советую Улучшенную закалку Стабилизатор И УМП И тогда у вас Минус 30 стабы 2200 хп Там к прочности ходовой От удара при падении К скорости ремонта Короче Все что нужно Для тяжа Поэтому однозначно сюда И у вас С КД с доппайком С боевым братством Получится 19.74 А если учесть то Что 3 снаряда Это по 7 секунд Грубо говоря Снаряд с Альфа-Ф440 Заряжается Но да Сделайте поправку На то Что у вас еще Перезарядка внутри Барабана 275 Грубо говоря За 5 секунд Вы можете раздать 1300 хп Потом 19 секунд Вы там Ну 20 секунд Перезарядились И еще раз И тогда ДПМ В принципе Который показывается В игре 3138 По ощущениям Кран действительно ДПМный Очень хороший Но Не знаю Как часто у вас Будет получаться Отдавать все 3 снаряда Вот это Самый большой вопрос На барабанах Также у нас Пушка на 12 градусов Не сопускается Это комфортно С этим классно Играть И вообще Вопросов нету Точность у данного танка Неплохая Хотя для барабана Я бы сказал Это то что Даже норм 0.32 Вот стабилизацию В минус 30 делаете Она у вас Становится неплохой Не идеальной Да Но неплохой По сравнению С другими танками Но время сведения 2.24 А если учесть то Что у вас Перезарядка 2.75 Внутри барабана То есть вам там Будет хватать Ну с копейками Да Если еще Учесть То что у вас Далеко Не самая там Лучшая прям Стабилизация И круг у вас там Не будет прям вообще Разбрасываться Будет еще как Мобильность Здесь конечно Писется 60 вперед 18 назад И тадада Но на деле Такого нету Он мобильный Он довольно неплохой Я считаю То что кран Для десятки Это наверное Одна из самых Мобильных десяток Конечно Дело то что ИС-277 ИС-7 Условно говоря Там еще что-то Но это Не такой быстрый танк Как 50Б Как 277 Но и не условно говоря Такой же медленно Как там Суперконь Тай-5 Хэви 60ТП И вот эти вот Все прочее Нет Он мобильный танк Он может свои 60 Там набрать Понятное дело То что с горки То есть В этом плане Мне нравится данный танк Он очень 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 неплох Особенно Если вы Вот играете на Эмиле Первом Восьмом уровне И потом резко Садитесь на десятку Вы офигеете Насколько Становится Данный танк Мобильнее Потому что Эмиль первый Ну вообще уныло То есть в плане Мобильности Там совсем тяжело С ним Не дай бог Что-то у него Критует Мехвода Или еще что-то Вообще просто кошмар Незаметность У данного танка Не лучшая Сами понимаете Почему Потому что Тяжелый танк И у него Высокий силуэт Хотя он сам по себе Небольшой танк Обзор у нас 390 Понятное дело То что Ставится что-то на обзор Бессмысленно Мы все-таки тяж Нам хп нужно И все такое Орлина глаз Радиоперехват Боевое братство Дупоек Почти 440 метров Обзора И с этим Более-менее Данный танк Может неплохо жить И в общем и целом Казалось бы Да Что вот у нас По сильным сторонам есть У нас есть Во-первых Да У нас экипаж Три человека Это как бы Плюс Другое дело Как бы и минус Потому что Качать все вот эти Умения и навыки Их приходится очень долго Потому что там Лампочка Боевое братство Ремонт Ла-ла-ла И пока ты дойдешь там До всякого необходимого Да Еще помимо основного Тебе придется Большое количество боев Сыграть Нежели чем у танков У которых там 4 Или 5 перков Вот Это определенные Такие вот Плюсы-минусы Да Другое дело То что у нас Ну одна из самых Титановых башен На своем уровне Действительно Другое дело То что он Я считаю Этот танк Сбалансирован Он сейчас Для меня наверное Это лучший барабан Потому что Он и для новичка Сойдет И для опытного Для новичка Тем то что он Подбивает снаряды Да Ну То есть вы там особо Как-то не стараетесь Он что-то отбивает Для опытного игрока Он подойдет тем то Что на нем можно Именно агрессивно поиграть Поиграть на врыве Поиграть вот Прямо заехать На чужую территорию Стать и разрывать Но делать это нужно Только с поддержкой Если вы знаете Что сзади вас Хотя бы кто-то Прикроет Понятное дело Что в 21 году Надеяться на союзников Дело Неблагодарное Но все-таки Если сзади кто-то есть Это плюс Потому что Бывает такое Ты приезжаешь Вроде бы все Стал 3 снаряда отдал А тут на тебя Супер конь Просто вываливается И все И тебе становится сложно Потому что Ну по нему Никто не отстреляется А когда сзади кто-то есть Они побаиваются И ты Пока они там вот это Суетятся Не знают что сделать Ты перезарядился И снова идешь в бой И в этом плане Мне кранваген Очень сильно и нравится И вот Если уж и советовать Что качать там Антикуру Ц63 Или кранвагена То я посоветую Этого танка В принципе Шестерка комфортная Сам по себе Танк неплохой такой Семерка мне не зашла Восьмерка Тугая Но можно поиграть Девятка Потрясающая Десятка то же самое Поэтому Я считаю то что Кранваген Стал играться Намного лучше Нету такого То что Там теперь фугасом Тебе на 300 Понятное дело Что остались бабахи Осталась арта Но Теперь он Получает от фугасов Меньше Теперь вот именно От этой башки Когда ты Двусовываешься И я вот на 268 В рангах Просто фугасом На 200 На 300 Ну как заходила Это было обидно Сейчас Кран Такого себе Не позволяет И он Эффективно Танкует И в этом плане Мне он стал Нравиться Гораздо Больше Чем было Это раньше Я этот танк Сейчас качаю Даже на основе Поэтому Думайте сами Конечно Покупать этот танк Или нет Качать его Или нет Но я советую Мне он понравился Всем ребят Большое спасибо Если вам не сложно То пожалуйста Подпишитесь на мой канал Прожмите лайк Напишите комментарий Это очень сильно помогает И мне это тоже Очень сильно поможет Всем большое спасибо До новых встреч Пока-пока